Я всех приветствую! Меня зовут Барсуков Андрей. Вы включили это видео, чтобы посмотреть заезды 1.9 TDI. Божественный вот этот старый мощный мотор на закиси азота против Audi RS5. Причем мы взяли не стоковый RS5. Это Stage 2 от Reva. Коробка шустрая, мотор 2.9 литров, 550 примерно лошадиных сил в автомобиле. Спереди стоит карбон-керамика, сзади обычные железные тормоза. Специально уточнил, потому что все-таки на карбон-керамике она чуть быстрее, на железках чуть медленнее. А тут получается спереди карбон, а сзади железки. Ну, а просят, нужно рассказывать очень долго, поэтому давайте прям сразу к нему переключимся и подробно все расскажу. Соответственно, что у нас есть? Это мотор 1.9 дизель 2002 года выпуска, если я не ошибаюсь. Коробка стоит 2Q от Passat 2 литра дизеля 2012 года выпуска. То есть коробка полностью сток, никаких усилений. Маховик 8,7 кг. Сцепление, корзина, скиталец. Маховик тоже скиталец. Маховик составной из нескольких. Ну, то есть там не сверхлегкий, не стали пока пробовать делать. Соответственно, все сделано скитальцем. Педалечка сцепления шикарная. Выжим на корзине, на диске тонна 700. Ну, то есть коленка хрустит. Соответственно, механика, как я уже сказал, да, шестиступка. Немаловажно. Длинная дизельная. Впуск полностью переделывается на дизеле, потому что очень важно охладить. Огромнейший интеркулер. Толстенное ядро. Я даже не знаю толком какое. Никогда лично не разбирал, не смотрел. Потом у нас получается впуск полностью переделан. Фильтр заходит к турбине. Турбина, турбосистемс. Турбосистемс, если я не ошибаюсь, B1. Холодное колесо 72-ое, горячее 54-ое. Но B1, так скажем так, следующей генерации, наверное. Я не знаю. Короче, это экспериментальная была турбина. Мы их долбали, пацаны, на 1,9 дизелях. Долбали. Огромное спасибо Роману из Минска, что он их додолбал. И они ее переделали. В чем была проблема? Изначально у меня стояла эта турбина в прошлом сезоне. У нее были проблемы. Первая, турбосистемс заявила, что больше чем 3 бара в нее дуть нельзя. Мы дули 3,5. Ну, а она со временем ушатывалась. Потому что у нее явный затык был на жопе. Вал расшатывался. И самое что обидно, геометрия не имела хорошую пропускную способность. И вот банально, примерно того, мой заезд, когда я ехал до 260 км в час, и у меня просто сломала геометрию, сломала шток управления геометрией. Вот эту лопатку, которая там уже прям на турбине крепится. Мне пришлось все разбирать, все перебирать. Соответственно, сейчас обновленная турбина. У нее стоит вал толще. Он 3-х дюймовый уже, а не 2 с чем-то. Помимо этого, непосредственно стоит другая геометрия, где лопатки могут сильнее открываться. За счет чего она стала более продуваемой. Они сказали, что все, сюда можно смело дуть 3,5. Поэтому мы их послушали и дуем 3,6. Чуть больше, чем можно. Должно ходить, должно жить. В любом случае, мы уже четко видим разницу. Сильно меньше ЕГТ и сильно приятнее едет автомобиль в целом. Хотя холодное и горячее колесо остались те же самые. Впускной коллектор, естественно, также самовар. Выпускной коллектор равнодлинный. Выглядит как бараний рог. Ничего нового под V-Band. Выхлоп весь 76. Соответственно, вал в башке стоит тюненный. Соответственно, поршня стоковая, шатуны усиленные. И непосредственно сами распылитель на форсунках. Ферат плюс 160%. За счет этого всего и мощность. Это все у нас дает 410 лошадиных сил без закиси азота. То есть вот у нас подходит трубка. А, забыл еще про впрыск водометанола. Ну, там не то, что водометанол. Я лью просто воду дистиллированную. Но вообще, система АЕМ впрыска водометанола. Пойдем посмотрим, что в багажнике. Так, в багажнике у нас, в принципе, ничего лишнего. На данный момент все выложено, чтобы облегчить вес автомобиля. Но прикол в том, что мы его облегчаем не для того, чтобы быстрее поехать. А чтобы разгрузить коробку. И она точно не сломалась. Потому что в прошлом сезоне, вы помните, она у меня ломалась. И во избежание этих проблем, мы решили пойти другим путем. Мы, во-первых, облегчили маховик. Во-вторых, поставили более новую коробку, которая в теории чуть покрепче. И также пытаемся максимально скинуть лишнее с машины. Да, те же 30 килограмм могут повлиять в теории. И пока что, тфу-тфу, все хорошо. Так, багажники у нас. Если вы подойдете ближе, вы увидите. Ближе, ближе, чтобы солнца не было видно. Еще ближе вот сюда. Вот так, нормально? Не видно солнца? Так, багажники вы видите. Ничто иное, как, наверное, систему пожаротушения. Вот в зеленом написано, что оно не взрывоопасно. У нас впрыск воды АЕМовский. Аппаратура для съемки, для лагирования. Ну и прочего остального. Там еще инструменты АВС лежат с насосом на всякий случай. Потому что, ну, машина старая, всякая может произойти. И, как вы понимаете, прекрасно. С РС-5, ну, будем ехать на все бабки. Надо будет крутить закись, будем крутить закись. Пока вроде не надо. Поэтому пока не будем. Соответственно, заезд сразу. Четыреста сил и погнали. А там посмотрим. Считаю. Раз, два, три. Поток. Поток большеват, к сожалению, днем. Но даже и так 200 успеваем бахнуть. Хорошо, когда машины быстрые. Вполне шустренько успеваешь все сделать, что хотел. Хорошие заезды. Я по чуть-чуть уезжаю. Как вы видите, я плавно переключаюсь на четвертую. Скажем так, берегу коробку. Есть возможность переключаться без сброса газа. И поехать кузова на три быстрее. Потому что турбина успевает вздуться, пока я бросаю газ. Плавно включаю четвертую. Но пока я не готов. Я вижу, что вроде как соперник медленнее. Соответственно, смысл рисковать, если и так вроде уезжаешь. Не в точку, ну и ладно. Так зато на честных силах без закиси, без ничего. Соответственно, примени закись. Примени переключение без сброса газа. Кузовов 10, спереди вы меня видеть будете. Закись дает очень немало. Если по-честному, минус 0,8 секунды. 100-200. То есть это почти секунда. Это очень много. Считаем. Раз, два, три. Ну и как вам первый заезд? Что вы можете сказать? Я думаю, у вас, конечно же, возникло много вопросов. И вы не верите в то, что вы увидели. Вы говорите, нет, 1,9 не может так ехать. Какого черта у вас стоковая распятая? Да вот нет. Специально, специально ради этого. Мы сейчас поедем на ней, снимем лог и покажем вам, сколько она дует, какой там угол. Ну и все прочее, то, что нас интересует. Конечно, проще было бы померить 100-200, но нет, мы не будем его мерить. Потому что иначе станет понятно, как едет эта машина. А это неинтересно. Хочу оставить все максимально долго неузнанным. Тогда будет интереснее кататься. Вот я даже не гуглил, сколько едет RS5 ST2. Я просто выехал, заехал. И это правильно. Давай, в пол, поехали. Минус 2 градуса по 1,2 градуса. На дом по 1,8. Давайте, давайте. Я при вас сейчас этот лог сохраняю. Чтобы он назывался RS5 съемки. Я потом его покажу уже нормально, чтобы было хорошо, четко видно. Вот он последний. И в любом случае мы его сейчас откроем. Я покажу вам надув. Откаты были 2 градуса по 4-му цилиндру, если я не ошибаюсь. У них, кстати, он больной, насколько я помню. Давайте мы с вами быстренько пробежимся по логу. Я записываю дома с утра с компьютера, чтобы вам его было видно, вам его было понятно. Я надеюсь, звук будет также хорошо слышно. Смотрите. Файл называется RS5 съемки, так же, как он у нас знавался. Непосредственно. Вот мы нажали. Нажали на 3200. Поздновато. Надо было с 2,5 нажать. Но в любом случае мы видим с вами запрос исполнения. Вот наш запрос. Вот эта розовая. Просит турбину дунуть машина 1,8 бар. Машина, когда наконец-то вышла на свой буст, из-за поздного нажатия, дает нам 1,8 бар. Вот эта голубая линия. И на отсечке в 6900 мы получаем запрос 1,6 исполнения 1,65. При переключении на пятую передачу мы тут же видим запрос 1,8 исполнения 1,85. И на отсечке, вот пока еще дроссель был у нас открыт, мы видим непосредственно запрос 1,62 исполнения 1,66. Также общий угол у нас был максимальный 9,5. Но тут вот чуть-чуть откатило 0,75 по пятому цилиндру. И помимо этого, также мы с вами видим, что по топливной рейке у нас все ровно. То есть в целом минимальные параметры я вам сейчас назвал. Кому нужно больше, кто любит быть душным, я просто сейчас вот так проведу по всем логам. И вы сможете посмотреть для себя все вот в этом столбике, вот здесь вот справа. Так будет максимально проще для всех нас. Погнали! Ну, чтобы просто не было вопросов, что машина мертвая или что-то не то. И так далее, и тому подобное. Ну вот, пожалуйста, вам все параметры. Вы все видели. Погнали дальше. Давайте, я думаю, заключительный заезд. Закрою окна, чтобы все хорошо было слышно. Поток, конечно, сегодня не маленький, но видно, что она слабее. Не будем мучиться. Будут машины быстрее, будут машины интереснее. Очень хочу Е63С. Пипец, как хочу Е63С. Давай в левый ряд. Самый левый, да. Отлично. Так, готов. Подъезжай. Считаем. Раз, два, три. О, хорош старт получился. О, хорошо пошла. Хорошо. Единственный косяк. Сцепу я бросил. Не надо так делать. Именно это, возможно, и ломает коробки. По крайней мере, предыдущую. Ее ломается именно вот в момент удара при включении. Я ее до этого плавно приотпускал. И получалось, как по мне, получше. Просто в этот раз получился прям очень хороший старт. Именно я раньше не поехал. Он раньше не поехал. Именно пошли как надо. И я просто ушел за счет того, что чуть поддул тачку. Просто, опять же, это мои первые заезды на ней. После того, как мне ее пересобрали, переделали. Турбина спулится несколько иначе. Нужно немножко привыкать. Но в целом я дико доволен абсолютно. Вы сами все прекрасно видели. Видео было небольшое. Мы для вас сняли логи. Мы сделали немало заездов. Закись, как вы понимаете, я в этом заезде даже не включал. Потому что в этом просто не было смысла. Потому что банально 400 сил хватает, чтобы уверенно уезжать на максималку от Аудоса. То есть если бы нам дорога позволяла ехать там 250 плюс, мы бы съездили. Но в целом на будущее, говорю так, на этой машине больше чем 250, я не буду разгоняться. Потому что когда в прошлом году я на ней ездил 260 плюс, у меня сломалась геометрия. Мне пришлось снимать турбину и потратить на это немало времени. Что сейчас мне делать, конечно, бы не хотелось. Все. Всем спасибо. Всем пока. Увидимся в следующих видосах. Ну, как вы понимаете, раз Москва отснята, следующий город у нас будет Ростов. Увидимся уже в Ростове. Блин, я даже не знаю. Я не понимаю мой тайминг, когда я даю до Ростова. Да. Кто не понял, я сейчас поехал в большую поездку на этой машине до Крыма из Питера. И вот сегодня мы снимаем в Москве. А на момент монтажа я буду сидеть в Белгороде. Соответственно, в этот четверг, там 20 или 19 числа я уже буду в Ростове. Все. На этом всем спасибо. Всем пока. Кому интересно, заходим в телеграм-канал, пишем в личку и там все разберем. Ни для кого не секрет, что если у вас есть какой-то мощный автомобиль, и вы на нем катаете, он с большими доработками, скорее всего, ребята на серьезных тачках не захотят с вами ездить. Потому что они не захотят банально проигрывать. Вот здесь мне очень повезло. Я нашел Audi RS5 на Stretch2 Revo, как вы ее уже видели. Здесь, в автосалоне, рублевка Cars. Автосалон занимается не просто перепродажей автомобилей. У них есть, в принципе, весь спектр услуг. Его можно увидеть за моей спиной. Это и выкупы, трейд-ин, и комиссионная продажа. И все остальное. Вот именно так и получилось, что машина была куплена именно с самим автосалоном. Я с ним до этого как-то общался. Они говорят, Андрей, а давай, почему? Бери, снимай, почему нет? Мы продаем эти машины, мы в них уверены. Но, в принципе, наверное, проще будет рассказать человеку, который здесь работает. Я думаю, он большими знаниями обладает. Так, приветствуем. Привет. А поздоровайся, во-первых, в день. Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представитель автосалона Рублевка Cars. Дим, а расскажи, смотри, быстренько, вкратце, людям. Вот где мы находимся, на что мы, скажем так, подписались. Планчиво. Я знаю, что машины обычно покупают, перепродают, подкрашивают, подмарафечивают. И все такое делают. У вас написано, что это автосалон честных автомобилей. Вот что это значит? Да, автосалон честных автомобилей, вы определенно правы. Всю историю, всю подноготную автомобиля мы не скрываем от своих клиентов. Но мы не берем плохие автомобили. Перед покупкой или же предпринятием на склад мы полностью комплексно обследуем. Если взять, например, ту же самую E63, все знают о проблемах с моторами. Там постоянные задиры, нехватка масла. Да, машина очень специфичная. Мы знаем ее специфику. Естественно, перед приемом такого автомобиля на склад мы обязательно залезем прямо в сам мотор и проверим все ее цилиндры. Короче, эндоскоп обязательно. Я понял. Это очень хорошо, потому что многие просто купят, продадут, а там потом мотору хана, чини полмиллиона рублей минимум. А то они, это же Ешка, это миллион рублей. Полтора, наверное, даже мало говорю. Я забываю, сколько они стоят. Сегодняшних реалитов, да. Да. И я вижу у вас, конечно же, много китайцев и привезенных, и уже русифицированных машин. Я вижу, вон баги вообще стоят. То есть вы в целом специализируетесь на всем, что ездит. Да, все, что ездит. Любая колесная техника. Два колеса, четыре колеса, три колеса. Все это можно найти у нас. Также у нас в продаже, вот если я не ошибаюсь. Да, вот там за стенкой спрятан мотоцикл Харлей. Ну, а позади нас стоят семейные автомобили, такой как BMW X7 и представитель китайского премиума. Это вот, кстати, что? Я вот на это смотрю, я не понимаю, что это. Это автомобиль из будущего, он связывает наше время с настоящее, с будущим. Это Hi-Fi X, первый в своей нише автомобиль с искусственным интеллектом. Это сложно, я чувствую, это надо будет отдельное видео, поэтому давай про Hi-Fi. Hi-Fi, да. А я думал хоть, что он хип-хи читается. Нет, правильно, Hi-Fi. Короче, Hi-Fi. Вот, в общем, к нему мы явно вернемся отдельно, может даже завтра будет время, я заеду. Ты сказал E63, у вас есть E63? А мы можем взять E63? Да. А вы не будете против, если я его возьму покатаю, и спасибо, что прошли между камерами, минимум камерой, если я его покатаю, еще лагерну обязательно. Ну, просто я без логов на него гонять не буду. Нет, мы не против, мы приветствуем любой тест-драйв по желанию клиента мы организуем, будь то по территории, будь то по платной дороге. А, то есть, смотрите, очень важный момент, да, если вы решили купить, к примеру, вот стоит Лисян, да, если вы решили купить этот Лисян, он стоит за кадром, я вижу ценник в 7800, вот, Ли-9, это я так понимаю. Соответственно, если вы решили такой купить, и вы, мне надо проехаться, вам не просто скажут, давайте тут два круга по парковке, вы спокойно, вот тут на платник сможете выехать, там 20-30 минут с человеком покататься и вернуться. Конечно, ну, перед парковкой же надо понять, как машина ведется на дороге. Это просто вот сейчас там все подтвердят, что вот это вот, то, что ты сейчас сказал, это уже дико круто, потому что обычно посмотрел в сервисе и до свидания. Нет, у нас не так, у нас полный цикл обслуживания клиента, как до покупки, так и после покупки автомобиля. То есть, ну, после покупки, я имею в виду, это до оснащения, это если говорить про те же самые китайцы, это русификация, там, оклейка пленками, антишумка, можно также покрыть антикоррозийным покрытием днища автомобиля, любое пожелание клиента мы осилим. То есть, в принципе, ну, все делаете, понятно, что единственное, кроме ТО за заменой масла, я так понимаю. Ну, у нас есть подрядчики, они не здесь находятся, на территории Мирус, отдельный сервис, который у нас заключен контракт, и они делают. И, да, давай, последнее, где мы находимся конкретно? Мы находимся в торговом центре Мирус Авто в Москве напротив Кунцевского рынка.